друзья привет если вы сейчас опять меня видите значит вы снова посетили канал алкопроба не особо я люблю пивные напитки но пройти мимо вот такой бутылочки оказалось просто невозможно посмотрите внимательно маркетологи просто молодцы оцениваю их работу на 5 баллов бельгийский писающий мальчик из брюсселя прям привлек мое внимание поэтому оказалось просто нереальным не приобрести вот эту бутылочку пивоварня таркас и сегодня у нас будет сравнение так как пиво воронежской пивоварни сварено в бельгийском стиле а точнее это бельгия блонд эль то решил в пару вот к этому довольно таки дорогому пиво от отечественного производителя для сравнения прикупить один из самых дешевых напитков но непосредственно из бельгии вот нашел рублей за 70 по акции баночку сэмпьера этот сэмпьер вот как выглядит баночка сварен в бельгии повторюсь непосредственно ну и это у нас блонд ну что давайте перейдем практикой техническим характеристикам напитков начнем с отечественного пива пивоварня таркас бельгийский блонд эль плотность напитка заявлено 16 процентов горечь 16 чего-то там не разбираюсь в этих терминах но и алкоголя 6 процентов емкость к сожалению 0 45 литра все-таки наши пивовары 50 грамм до привычных 0 5 отольют обязательно это конечно минус ну а оформление плюс прекрасная такая бутылочка все хорошо читается кстати очень неплохо на этикетке видны буквы и что же у нас по составу состав пиво нефильтрованная не осветленная постерилизованная алкоголь я уже говорил 6 процентов экстрактивность начального сусла 16 состав вода специально подготовленный солод ячменный светлый бельгийский так привозное сырье солод пшеничный хмель и дрожжи пивные пивоварня таркас воронежская область какой-то там район поселок и т.д. т.т. т.т. дата розлива кстати 0 1 12 23 такая симпатичная бутылочка привлекает внимание на 1 2 ну и его конкурент да кстати если цену не говорил можно встретить и за 120 рублей за 100 а по акциям бывает и до 80 опускается сын пьер это уже полностью бельгийский напиток и называется он напиток пивной светлый постерилизованный фильтрован состав вода ячменный солод пшеничный солод хмель хмель и продукты экстракт хмеля цедра апельсина кориандр корица то есть здесь присутствует традиционные для бельгийских сортов пива добавки натуральные добавки так здесь алкоголь 6 с половиной процент чуть-чуть покрепче так не вижу плотность напитка ну да ладно бог с ней зато объем 500 миллилитров здесь все по-честному вот еще интересно все что разливается за рубежом имеет нормальные объемы как то же самое производится у нас по лицензии например обязательно скрадут грамм 50 а то и 70 появляются объем 0 43 литра 44 45 вообще никуда не годится вот эта мелочность конечно расстраивает ну ладно все это лирика хочется уже попробовать и спробовать эти напитки не обессудьте что сегодня походные условия разномастные стаканы и в общем не пивные даже гранины присутствуют но тем интереснее будет дегустация открываем начнем с воронежца паркас какой приятный запах чуся отличная такая высокая пена красиво так конкурент сам пьер прям в бокальчиках неплохо выглядит оба красиво пена смотрю по плотности немножко более плотно и бельгийца ну и немножко помедленнее она оседает хотя может быть в этом виноваты стаканы вообще все смотрится приятно и очень красиво давайте по аромат кстати хотя вот это пиво не фильтровано но она все равно довольно таки светлая вот если его сравнить с фильтрованным сам первым разве что чуть-чуть она мутнее так что в этом плане разница невелика запах точнее аромат они кстати довольно похоже сказать что прям разительно отличается такого нет аромат такой легкий ненавязчивый свежий хмеля как-то особо не ощущается больше мне кажется что здесь здесь более легкий все-таки чем с империя здесь как-то солодом побогаче ну что здесь у нас солод ячменный светлый бельгийский солод пшеничный и вот посещает меня мысль что вот здесь пшеница ощущается как-то побольше а здесь побольше ячменя ну а больше каких-то заметных таких отличий я не ощущаю на нюансах каких-то по моему побогаче просто сен-пьер но и не мудрено здесь есть и кориандр в составе апельсиновая цедра еще там что-то а здесь просто вода солод дрожжи но по большому счету различия что называется на тоненького и так первый глоточек нашего таркаса ваше здоровье друзья надеюсь вкус у этого пива будет достойный не горько прям приятно сбалансировано не сказал бы что она выглядит особо плотным его тело но очень вкусно и такое прям гармонично горчинка ощущается едва-едва это очень приятно и пиво кстати мне кажется гастрономично хочется подчеркнуть его вкус чем-то вот таким легеньким сломноватые крендельки к нему идут в тему ну что друзья глоточек настоящего бельгийца сейчас посмотрим какие они на фоне друг друга и на контрасте ваше здоровье друзья бельгийц более хмелевой такой и даже кажется почему-то более плотным более насыщенным и горчиночка у него посильнее а вот какой из них мне нравится больше это даже надо задуматься прямо так вот с кондачка и не решишь что же из них предпочтительней требуется добавка вот сейчас уже принюхался и аромат в принципе кажется уже практически одинаково без горечи здесь чуть побольше солода ячменного здесь мне кажется более легкий запах наверное пшеницы так действует вот собственно и все различия так но во втором угло точку друзья и сейчас начну сэмпиера в советском бокале бельгийское пиво смотрится прям гармонично друзья ваше здоровье сейчас уже горчинка со второго захода более явно ощутимая но не мешает не доминирует все-таки просто хорошо ложится но вот как рисует многие прям цедра апельсина кориандр перечность какая-то прям вот такого я не ощущаю либо это мои рецепты не тренированные не подготовленные либо еще что-то просто вкусно довольно плотно без излишней горечи хорошее пиво так ну и наш конкурент воронежский еще один глоточек для здоровья почек поехали несмотря на высокую заявленную плотность 16 процентов как-то это вот не ощущается особо но он и не водянистый а пена как остается жидкости уже нет а пена есть интересно странная какая-то ситуация никак не могу выбрать из этой пары свои приоритеты очевидно что безоговорочных победителей здесь просто нету сегодня и в итоге могу сказать что попытка сварить бельгийское пиво отечественными пивоварами на фоне попытки настоящих бельгийцев что называется вполне себе удалось конечно таркас не замахивалась на батские на какие-то выдержанные дубовых бочках сорта пиво там этого ничего нет а вот такие простые сорта да еще и сваренные из привозного бельгийского сырья по крайней мере частично в общем-то имеют вполне право на существование неплохо получилось и по итогу таркас более легкий такой более пшеничный наверное даже с более устойчивой пеной и под него хорошо будут заходить солененькие такие закусочки потому что сама пиво не горчит и хочется чем-нибудь посолнцеваться здесь же по ощущениям чуть более плотный напиток с более яркой такой ощутимых горчинкой с большей солодовостью и хмелью во вкусе но он уже и не такой легкий а закусывать его хочется уже не чем-то таким солененьким а прям вот вяленым миском что ли чем-то вот таким жирненьким подкопчененьким мясом или колбасками что-то такое напрашивается к нему гастропара а так в общем такое вот друзья сравнение двух пив не обессудьте что получилось то получилось не специалист в этом вопросе а любопытство пересилила может быть конечно взялся не за свое дело но все же буду надеяться что те кто посмотрит это видео все-таки почерпнуть для себя что-то полезное составит допустим какое-то предварительное мнение об этих напитках но я пока продолжу допивать может быть еще что-нибудь унил и рассмотрю да как тут пивные блогеры говорят видна какая-то карбонизация пузырьки срываются вверх присоединяются к пене вот здесь это есть ну а у таркаса и у таркаса все это тоже присутствует можно рассмотреть но еще сейчас уже на сравнении видно что быстрее пена оседает бельгийца наш производитель постарался более интенсивно вот как она хорошо держится получается что мы продолжаем разговор еще глоточек прекрасно поглощаются вяленые колбаски сан-пьерру прямо мне кажется в тему они жирненькие поэтому более плотное пиво с ними сочетаются достаточно гармонично ну а к таркасу получается что соленые крендельки или соленые орешки они по ощущениям жирнее чем сам напиток вот этот поэтому тоже как-то дополняют друг друга ну вот друзья собственно все что получилось у меня сегодня не скажу что я прям уж очень сильно очарован бельгийским пивом что от нашего производителя что от коренных бельгийцев но тем не менее вполне на себе неплохое просто напопить какого-то такого вау эффекта сегодня не произошло но я его оставлю на потом буду надеяться что когда-нибудь попробую еще бельгийское пиво выдержанное несколько лет в бочках дубовых и там уж тогда точно будет что-нибудь особенное и сшивающее ну а пока откланиваюсь ставьте лайки оставляйте ваши комментарии делитесь впечатлениями от увиденного всего доброго пока